Папа, мама, я – спортивная семья. Именно по такому принципу проходят тренировки по теннису для подростков с ДЦП. Артём Аксёнов, капитан слэдж-хоккейной команды, пришёл в сексу тенниса год назад – улучшить физическую форму и научиться отбивать ракеткой мяч. Теперь он меньше устает на хоккейной площадке и чаще забивает шайбу в ворота. Если в слэдж-хоккее Артём уже не раз участвовал на соревнованиях даже всероссийского масштаба, то в теннисе о них только мечтает. Мы просто отбиваем мячики пока. Ну, надеюсь, что скоро на соревнование поедем. Родители от адаптивной физкультуры в восторге. Ведь спортивные секции для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – это реабилитация не только физическая, но и эмоциональная. Дети становятся уверенными в себе и в своих силах, рассказывает Сергей, отец Анны Каковиной. Ну, просто ей нравится спорт. Как говорится, это её. Она в хоккей ходит, на плавание ещё ходит и на теннис. Её три основных вида спорта. Нет такой таблетки от ДЦП вообще никакой. А именно, что вот спорт, 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 развитие. Руки, ноги, голова включается. Всё. Это идёт именно плюс, плюс, плюс. В секции по адаптивному теннису в спорткомплексе у Загородного парка занимаются десятки подростков. Юные паралимпийцы надеются, что их спортивная семья станет больше и тренироваться будет намного интереснее. Мы можем общаться с друг другом. И так играем, помогаем друг другу. И делимся мыслями новыми. То есть, как играть. Мне понравилось, как тут дети играют, тренируются. Ну, сложновато, потом привыкнешь. Адаптивный теннис или теннис на колясках появился в Самаре осенью прошлого года. Записаться в секцию могут все желающие от 6 до 35 лет, независимо от диагноза. Каждый попадёт в один из пяти классов. А чтобы занятия были более продуктивными, спортсмены ведут индивидуальный дневник тренировок. И за личные достижения получают призы. Раз в полгода ребята сдают нормативы. И, соответственно, могут проследить свой прогресс. Наши ребята уже участвуют в первенстве России, в чемпионатах Московской области, занимают места. Вот серьёзно. Поэтому тех ребят, которые хотят в этом развиваться профессионально, мы тоже поддерживаем. Родина адаптивного тенниса в России – Москва и Московская область. Сейчас этим видом спорта занимаются более чем на 40 площадках в 36 городах 26 регионов по всей стране. Паралимпийцы 63-го региона готовятся к соревнованиям. Первые местные турниры намечены на осень. Затем чемпионы поедут на всероссийский финал в Москву. Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Пётр Поломеев. События.